Когда это происходит под давлением форс-мажорных внешних и внутренних обстоятельств, мы можем допустить еще другие ошибки. До кучи к тем, которые уже совершены на белорусском направлении. Теперь вопрос о социологии. Я хочу сказать, считайте это как обращение. Ребята из Белоруссии, из России, я вам сделаю работу, что вы поймете, сколько за Александра Григорьевича, сколько против него. Пока это разговор на пальцах, и это разговор о том, что медийная составляющая, мы можем как люди, которые считают себя экспертами или являются экспертами, могут что-то говорить в этом плане. Есть много разумных людей, которые оценивают ситуацию, и где-то она может быть попадает. Но я не готов сказать, как в начале говорили о том, что Лукашенко снесут сразу. Вы вспомните, какой вой здесь подняли. Второе, я еще раз говорю о том, что нету России, ни стратегии, ни понимания того, что происходит в Белоруссии. Почему? В ответ тоже простой. Как минимум, разноплановое освещение ситуации Белоруссии. Они считали, что катастрофа все пропала. Второе считает, что батька предатель. Третье считает, что батька наш. Четвертое считает, что это какие-то козни, происки врагов и так далее. То есть, сколько вариантов, вы все их видели, каждый может их перечислить. Но в задаче спрашивается, если возникла острая ситуация в Белоруссии. Об этом говорили, что риски возможны? Говорили. Говорили о том, что возможна ситуация, что будут качать и шатать Белоруссию? Да. По факту, блицкрих не случился, не получился. Мы увидели то, что, по большому счету, поляки и литовцы активно работает на этом направлении. Увидели. Увидели то, что это не один год происходит вот эта, скажем, работа, прежде всего, с молодежью. Увидели по факту. Мы выводы какие-то сделали, я вас отсылаю к Украине. Если мы на украинском направлении получили состоявшуюся вторую цветную революцию и победа третьего Майдана не нужна, там будет другое. То сейчас, в принципе, уже взломали белорусскую ситуацию. Что я могу сказать точно? Это меня и враги, и друзья, там, кто там себя считает тем для Белоруссии, понимают, что раскол в белорусском обществе случился. Процесс углубления его идет пока медленно. Его удалось остановить. На каких основаниях он идет? Неприязнь к Лукашенко видит, возможно. Но многие люди, которые выступили против белорусского Майдана, вот этого бело-красно-белого, потому что все-таки что сработало? Инстинкт самосохранения, украинский вариант. Я понимаю, Макрон другое имел в виду, когда говорит, мы не хотим, чтобы было как на Украине. Но по большому счету, как слышится, так и пишется. Еще раз говорю, мотивы разные там. Ну, наверное, из Украины написали, вы хотите, чтобы было как на Украине? Welcome. То есть вот это отрезвило людей. Отношение к Лукашенко, наверное, маркет свой-чужой. Но сказать, что он не пользуется поддержкой, я бы так не сказал. То, что криво-косо обсуждается в России такие, скажем, белорусские события, причем взаимоисключающие, скажем, это тоже так. Что есть вопросы к белорусам? Безусловно, не к белорусам, а к белорусскому руководству. Но у меня такие же вопросы есть и к российскому руководству. Если мы союзное государство, ребята, у нас как бы ближе отношения, больше возможностей. И если мы довели до этой ситуации, то, наверное, этому есть какие-то причины, наследственные связи. Мне говорят, ты не знаешь тайны мадридского двора, я уже тоже буду сто раз как препод повторять. Да, не знаю. Но я как социолог вижу, было так, стало так и будет так. Ну, прогноз. Я где-то ошибался в своих прогнозах, думаю, нет. Есть фактор еще для Евгении. Фактор Лукашенко как личности. И все сравнивают его поведение с поведением Януковича в те роковые события 2013-2014 годов. И Лукашенко здесь выигрывает. Он готов, готов на жесткие меры. Вы знаете, когда ситуация дошла до такой, до такой точки или вот превратилось то, что случилось в Гелоруссии, я считаю, проиграли все. И у Александра Григорьевича тоже много проблем. Я еще раз говорю, я хочу уйти от того даже публично. Очевидно, у меня есть какие-то соображения, чтобы не давать противникам Лукашенко каким-то образом, или те, кто хотят шапнуть ситуацию, не хочу давать дополнительные аргументы. Да, я не все сейчас говорю. Вы на камеру. Но я понимаю, зачем я делаю. Есть вопросы. Для начала давайте сделаем разбор полетов. Давайте посмотрим. Россияне, белорусы, собирайтесь, решайте. Смотрите, где проблемы, откуда. В лучшем случае, конечно, это не создавать проблему. Но раз уже она случилась, давайте как-то успешно ее решать. Пока и этого решения нет. Пока полумеры, полу, скажем, какие-то намеки, втягивания в каких-то. А вот сейчас пойдет хорошо. С таких условий хорошо не пойдет. Оно вылезет в другом месте. Еще раз говорю, блицклик не получился. Но они будут шатать Белоруссию и дальше. Получилось, появилась большая прослойка молодых людей, которые живут совершенно в другом, информационном, в отличие даже от нашего пространства. У них свое кино. У них некто существует. У нас с вами этот канал коммуникации. У кого-то там Россия-1 или еще что-то. Или Белсад. Или еще Белорусское телевидение-1. Разорванное информпространство. Там концентрируется население, часть молодых людей, которые по большому счету, знаете, они вроде и хотят хорошо для страны. Но когда ты работаешь, когда за спиной у тебя стоят дяди из другой страны, то это не на здоровье будет. Это же очевидная вещь. Но то, что этих людей вытолкнули, это тоже да, что молодых социально активных людей не включили в эту повестку, не дали им возможности, что как бы ты не критикуешь свою страну, но знаешь, что извне приходит и пормешь их на фашистский крест. Вот это большой пробой, большой провал воспитательной молодежной политики. Кстати, по большому счету не только касается Белоруссии. Это Россия, Украина. Это произошло уже. Вам же привет Украина передала в 2019 году, когда молодежь проголосовала в первом-втором туре за Зеленского, большинстве своими, и на парламентских выборах. Что это разве не говорит о том, что работают другие технологии, которые характеризуют, вернее, работа с другими социальными группами, доставка информации и так далее. Так вот, Юрий, я хочу сказать, что сейчас, вот по большому счету, оценив риски по своей возможности, что и в России и Беларуси еще шансы остаются. Отчасти это и Лукашенко сказал, я говорю, я смогу поднять эту информацию, мы поймем, кто там за Лукашенко, кто против, кто видит какие-то, но они как бы, все люди себя считают экспертами сейчас на сегодняшний день. И, наверное, вот это море субъективных зданий дам даст объективную оценку. Причем, подчеркиваю, мы должны смотреть разное, не стесняться жестких порой оценочных суждений. И только так мы сможем решить задачи. Вот я вижу ее таким аккуратным.